Ну и что ты тут ешь? Оливье, Хан, хочешь? Давай. Женя, это не оливье, серьезно. Это просто какой-то набор вареных овощей. Это ужасно. Залито майонезом все. Я готов тебе сегодня показать настоящее оливье, и ты его должен оценить. Согласен? Окей. Пойдем. Так, Женя, знакомься, это Саша. Сегодня под его руководством мы сделаем действительно настоящее оливье. А после этого сделаем антикризисный вариант оливье и сравним с тем, что ты ел до этого. Как мы будем, что делать? Еще раз стоит. Начнем с оливье, который все мы любим, все мы знаем, готовим дома. Кто-то готовит, кто-то ест мамины или из магазина, например, как вариант. Для этого нам понадобится свежий огурец, отварные яйца, филе куриное запеченное, картофель запеченный, отварная морковь, консервированный горошек, свежий укроп. Все это мы будем заправлять свежайшим майонезом, который мы сами сделали. Шутка. Конечно же, это покупной майонез. В этом случае, опять-таки. Значит, сейчас нам нужно все нарезать. Нарезаем мы все как кубиком. Нарезаем, пытаемся сделать из нашего картофеля, огурцов. Кстати, укроп больше всего кубиками получается нарезать. Я постоянно укроп кубиками режу, если честно. Если режу, то только кубиками. Горошек нарезаю кубиками. Кстати, я не заметил, а где лук? Лук? Мы будем без него. Вместо лука у нас будет огурец. Для хруста, но без запаха. Все, понятно. Это что, оливье, после которого можно сосаться нормально? Блин, эта шутка не была в эфире. Ладно, мои яйца не очень похожи на кубики, и это правда. Мои яйца не очень похожи на кубики, и это правда. Женя, ты бы сейчас здесь не стоял. У нас самые крутые ножи. Как держать нож? Женя, я думаю, ножи правильно держать в лука. Сто процентов. То есть оно вот так вот нарезается просто. А за синкрит. А вот эти вот, кстати, головки их тоже... Попки тут, как попки, головки тут. Квадратные яйца, головки. У нас такая сегодня передача, знаешь ли. Мы с Женей сделали салат под чутким руководством Александра. Сейчас разложим его по разным тарелкам, украсим и приступим к готовке следующего антикризисного, самого дорогого в мире салата. Настоящего. Самого настоящего оливье. Вот. Я не понимаю, что мы будем готовить, потому что я вижу здесь перепелку, раков, икра. Анчоусы, плоды каперсов, да. Картофель, в принципе, основа остается единственное, что напоминает прошедшим оливье. Скажи мне, это настоящее, вот это действительно настоящий рецепт оливье? Настоящий рецепт оливье? Да. Люсьен оливье, на самом деле, он не распространялся про свой рецепт. И, как мы знаем, оливье, который дошел до нас, это то, что мы готовили, в принципе, пять минут назад. Этот оливье, он будет абсолютно другой. И готовил его Люсьен именно для публики, скажем так, элиты. Элиты, учитывая то, что в те времена, это середина 19 века, Люсьен оливье приезжает в Москву, ну, так сказать, подработать. Оливьеху нарезать, так сказать, приезжает. Придумывает салат и все закрутилось. Мы скоро будем элитой, я так понимаю, наконец-то, Женя, наконец-то. И в 19 веке в России в гастрономической карте ресторанов, кроме кваса и хлеба, появляется оливье из вареной колбасы. Все. После отъезда Люсьена оливье. Конец истории. Я не знаю, чем мы тебе тут сможем помочь, но я думаю, все-таки с огурцами, да, мы справимся точно. Ну, я тут даже не знаю. Я думаю, что чистка раков вас займет. На какое-то время. На какое-то время. Как детей. Ну, детишки, постойте здесь, почистите раков. Пока батя будет заниматься делами. Хорошо. Игорем. Игорем. Так, кстати, знакомьтесь, это Игорь. И это не маленькая курочка. Это не маленькая курочка. Вы понимали, да, это перепелка. И непосредственно от перепелочки нам понадобится грудка, будем использовать, немножко крылышек вместе с филе и ножки. Для этого будем ее разбирать. У перепелки мясо нежнее, чем у курицы, естественно, да? Естественно. Я просто никогда не ел перепелку в своей жизни, поэтому и спрашиваю. Я вижу ее в первый раз. Это будет дебют. Я тоже. Она меня пугает, если честно. Я думал, откуда появляются эти маленькие яички в магазинах? Вот отсюда. Из Игоря. Теперь уж понятно. Я, если честно, почему-то был уверен, что это одно и то же. Лобстер и омар? Да. Нет, происхождение разное. Среда обитания и размеры. Смотри, дом омар это певец, получается, латиноамериканские. А лобстер? Это шрифт. Так, создаем базу, базу нашего салата. Дальше он будет дополнен теми нашими ингредиентами. Яйцом пашок, пюре из зеленого горошка. Хорошо, сейчас тогда тарелочку и будем уже оформлять, декорировать. Давай. Самый ответственный момент. Падает на заднем плане стул, а мы сейчас будем тестировать оливьешки. Начнем, пожалуй, с самой крутой из магазина, покупанного, который обожает Женя. Давай, пробуй, и я с тобой вместе, а потом дадим Александру. Ну, если честно, я думал, будет хуже. Слушайте, это обычная оливьеха. Короче, да, обычная абсолютно оливьеха, ничем не отличается от любой в мире, которую делаем мы обычно дома. В мире обычно. В мире обычно. В мире обычно делают. Сейчас мы погрузимся в мир элитных людей. Нет, это такие. Ну, под пивас элитные люди. Под пивас. Я бы сказал, полупокеры какие-то. Полу такие, да. Вставляем в сторону. Ну, заметим, да? С колбасой. С колбасой, да. С колбасой. Жень, жень. Даже оставь место, да? Дегустация не прошла еще до конца. Хорошо. Сейчас оливье за 350 российских рублей. 5 долларов или сколько? 10 белорусских рублей. Рублей. Да. Все. Пробуй. Те. И я потом. Выкрутился. Я выкрутился. Я посмотрю. Сейчас такое ощущение, что туда соляные кислоты налили. Да. Такое ощущение, будто бы, знаешь, там не огурцы, а просто рассол. Ребят, вместо огурцов добавим просто что-то и рассол. И немного уксуса. Да. Тут овощи много свежее. Вот, в принципе, и понятно, я думаю. Я хочу его есть дальше. А тот нет. Может, ты тот доешь? Нет, я до 100% его доем. В этом выделении. Зачем я его покупал? Мне нравится. Так, вставляем в сторону. И сейчас самый интересный момент. Оливье, которое в заведении, стоит 3000 рублей. Я так скажу. Это напоминает мне все, что угодно, кроме оливьи. И салат, в принципе. Саша должен пояснить, как его есть, чтобы не выглядеть дебилом в публике. То есть, в принципе, я могу начать с раков съесть сначала раков, потом перепелку, икру. На самом деле, методов поедания салатов существует много. Потребление. Да. Да, но здесь мы, конечно же, надо руками пользоваться. И все это, все прям перемешать и попробовать. Два ингредиента, как минимум, я пробую в первый раз в жизни. А тем более совместно. А тем более совместно. Морковку? Сейчас я могу заявить, что я понял, что такое букет вкусов. То есть, когда ты пробуешь, и тебе становится, я не побоюсь этого слова, приятно. Реально приятно. Ты никогда не подумаешь, что это оливье. Меня всегда пугают такие сложные салаты. Во-первых. Ты боишься выглядеть идиотом по итогу. Если расценивать это как полноценное блюдо, то есть, вот то, что можно съесть на обед, то это, по-моему, супер. Ты просто ешь курицу вместе с каким-то вкусненьким салатом. То есть, скажи, вот если бы ты пришел в ресторан, привел девушку, тебе было бы не стыдно заказать вот такое оливье. Я бы козырнулся, ты что? Такое, ты когда-нибудь ела оливье за 3000 рублей? Знаешь, что все-таки, единственное, меня смущает, что нужно проделывать слишком много манипуляций в проделывании. Это наоборот. Я считаю, что это круто, потому что ты не сможешь быстро все съесть. И насыщение придет, и ты пробуешь, продумал все, экспериментируешь, продумал. Ты хоп, попробовал с рыбкой, попробовал с капецом. Я понял. А ты не будешь пробовать? Я уже попробовал. Ну, самое главное, самое главное, то, что все ингредиенты видны, они не замешаны. Ты видишь, это качество, это свежайший продукт, и это современный. То есть, ты видишь, за что платишь, как я имею в виду? Ты видишь, за что платишь. Самое, что не наоборот, опять... Потому что, в принципе, можно залить все майонезом? Важно, чтобы не было ощущения после того, как ты заплатил и поел, что тебя... Нагрели, скажем так. Слегка. Я понял. Спасибо большое Рестобару Тиши Мыши за предоставленную площадку, где мы все это действие совершали. Спасибо большое Саше за то, что он показал, как делается такой прекрасный, вкусный и действительно настоящий салат оливье. И дорогой. Ну, чуть-чуть. Он очень вкусный, на самом деле, и, мне кажется, стоит своих денег. Спасибо большое Женя за то, что сомневался во всем этом. Теперь, я надеюсь, у тебя нет никаких сомнений. Дал нам повод встретиться, потрогать друг друга, наконец-таки. И Женя что-то хочет сказать в конце, я думаю, прямо сейчас? Да. Я хочу сказать, что это было самое сложное видео, в котором я снимался, потому что я алкаша, вокруг меня очень много алкоголя, который нельзя пить. И вокруг очень много ножей, которыми я хочу убивать людей. Да, это тоже. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайк этому видео, делитесь им в социальных сетях и пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть, как мы тестируем, не знаю, едим, даемся, травимся. В общем, обязательно пишите. Спасибо всем большое. Всем пока. Интересно, а бывает мороженое за 100 баксов? А мы хороших знаем сделать в программе. Ну и что ты тут ешь? Оливия, хочешь поделись? Ну давай. Реально нормальный объект? Вкусно? Я даже выговорить не смог. Идиоты кусок. Давай в корус. Ладно, на самом деле это без разницы. Да. Все равно концов. Все. Спасибо за внимание, друзья. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok